Уважаемый зритель, для начала подпишитесь на данный канал и поставьте лайк. Спасибо. Шакра Молодой получил 9 лет и 10 месяцев в колонии. Никулинский суд Москвы вынес приговор фигурантам самой громкой за последние годы криминальной истории. Так называемый вор в законе Шакра Молодой, Захарий Калашов, получил 9 лет и 10 месяцев в колонии строгого режима. Его ближайший соратник Андрей Кочуйков по кличке Итальянец, 8 лет и 10 месяцев, передает корреспондент РИА Новости. Обоих обвиняли в вымогательстве. Остальным 10 фигурантам судья Константин Дубков назначил от 7 лет и 4 месяцев до 9 лет и 4 месяцев в колонии. Среди них охранник и доверенное лицо Шакра Батырбек Мурадов. Вину никто не признал. Наказание оказалось чуть ниже того, что запросила прокуратура. Для Калашова обвинение требовало 10 лет и штраф в 700 тысяч рублей. Для Кочуйкова – 9,5 лет и 500 тысяч штрафа. Приговор пока в силу не вступил и может быть обжалован в течение 10 дней. Защита уже заявила, что воспользуется этим правом. Дело Шакра. Всего по объединенному делу о двух вымогательствах проходили 14 человек. Двое попали под суд посмертно, их убили в перестрелке, 11 обвиняемых, включая Шакра и итальянца. С лета 2016 года содержатся в СИЗО. В числе подсудимых – экс-сотрудник ГУСП МВД полковник Евгений Суржиков, работавший в ЧОП Кочуйкова. Его содержали под домашним арестом. Суржиков получил 7 лет и 10 месяцев в колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда. Подсудимые делятся на две группы по двум эпизодам вымогательства. В одном потерпевшей стороной стала директор ресторана «Элемент» Жанна Ким, в другом – предприниматель Лев Гарамов. Объединяет же подсудимых, по версии следствия, то, что действовали они под началом Шакры Молодого. Инцидент у ресторана «Элемент» в декабре 2015 года стал началом, вероятно, самой громкой криминальной истории последних лет. В ней оказались замешанные криминальные авторитеты, обвиненные в коррупции и высокопоставленные сотрудники СК, бизнесмены и рядовые бандиты. Во время перестрелки, вспыхнувшей в ходе переговоров Жанны Ким и дизайнера Фатимы Мясиковой, выступавшей на стороне Ким-адвоката Эдуард Буданцев застрелил двух охранников итальянца. Продолжение следует...